Да, 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 да! Как ни играй, куда ни пойди, Кто бы не встретился нам на пути, Весело тем, кто мир познаёт, Смелее, котики, вперёд! Мяу! Котики, вперёд! Котя, Катя, почему вы не играете с друзьями? Солнце уже село. Слишком темно, чтобы играть в прятки. Да, из пряток получилась игра «Толкни другого». Доиграем завтра. А во что будем играть сейчас? А давайте придумаем сказку. Про летучую мышь. Которая не любит темноту. И назовём её Берни-летучая мышь. Жил-поживал Берни-летучая мышь. Все его друзья были ночными, но не Берни. Что значит ночные? Не спят ночью. Эй, Берни, пойду поохочусь на мух. Ты со мной? Нет, это не моё. Ладно, а как насчёт мышк кроватики? Нет, спасибо. Хорошо, тогда пойдём со мной на групповые полёты. Нет. Ну а чем ты хочешь заняться? Мышка Берни любил собирать воду из луж. И засаливать огурцы. Но больше всего он любил танцевать. Ча-ча-ча. Все говорят, что мыши любят ночь. При свете дня я танцевать не прочь. И солнце светит на меня. И весело танцую я. Ча-ча-ча. Он странный. И вечно один. Не верится, что он один из нас. Бедный Берни. Он так одинок. И боится темноты. Как я. По крайней мере, иногда. Нужно помочь Берни побороть страх. Чтобы он мог гулять ночью. И завести много мышек друзей. Мяу-мяу, котики вперёд! Котя и Катя примчались на всех парах, чтобы помочь Берни. Вот тебе ночник. С ним тебе не будет страшно. Спасибо, конечно, но я... А теперь возьми нас за руки. Я клянусь, что ночи не боюсь. Я клянусь, что ночи не боюсь. Представь, что луна твой друг. А теперь глубоко вдохни. Чувствуешь, как легко и спокойно. Эй, смотри. Луна вскрылась за облаком. В лесу ночью довольно страшно. Пойдёмте-ка отсюда. Не бойся. Не бойся. Не бойся. А чего мне бояться? Мне не страшно. Не страшно? Нет. Просто я предпочитаю день. А теперь я хочу поспать, чтобы завтра собрать воду из лужи. Сейчас самый пик сезона. Идите туда. И скоро будете доба. Берни, всё ещё один. Он никогда не подружится с другими мышками. Доброе утро. Ложи спать, ладно? Я думала, совы ночные. Что это значит? Не спят ночью. Что ж, Оля не ночная. Она у нас странная. Она не участвует в конкурсах на лучшие оперения и поворот головы. Они скучные. Она собирает воду из луж. Это весело. И солит огурцы. Гадость. Они вкусные. И танцуешь. Ча-ча-ча. Как вы догадались? Ты должна кое с кем познакомиться. Берни, это Оля. Приятно познакомиться. Незачем мышкам дружить только с мышками. А совам с совами. У вас двоих так много общего. Так Берни и Сова Оля стали лучшими друзьями. Прекрасно, что ты птица, а я мышь. Но мы друзья с тобой, малыш. Вместе мы играем ха-ха-ха. И вместе мы танцуем ча-ча-ча. Теперь вы понимаете, что не надо меняться, чтобы нравиться. Да, потому что всегда есть те, кто разделяет твои увлечения. Все, что надо сделать, это просто найти их. Вот сказочку взыграли мы про дружбу мыши и сабы. Ого! Это что, ковер-самолет? Нет, это обычный ковер в вашу спальню. Красивые цвета, правда? Но если он не летает, то что он умеет? Он закрывает пол. Смелее, котята, потрогайте, какой мягкий. А ты можешь его вернуть? Вернуть? Почему? Вам он не нравится? Зачем нам ковер, который не может летать? Тоже верно. Я верну его завтра же. Но прежде чем я его уберу, давайте сядем, и я расскажу вам сказку. Хорошо. Про Зибуляку. Зибуляку? А как ее зовут? Знаю! Джи-Джи Зибуляка! Жили-были на планете Зибуляк лучшие друзья Джи-Джи Зибуляка Это я! И ее подруга Джу-Джу. Мы самые лучшие друзья в мире! Джи-Джи и Джу-Джу целыми днями были вместе и веселились. Они... Бегали по стенам и потолку. Мигали антенками и танцевали под музыку. Дили-Дили там, Зибуляк наш дом. Мы смешные Зибуляки пляшем и поем. И летали по небу, делая крутые сальто. Но однажды Джу-Джу сказала... Увидимся через неделю, Джи-Джи. Я уезжаю к бабушке. Но с кем мне теперь играть? Она может играть с нами. Да! Мы будем дружить с Джи-Джи. Мяу-мяу, котики, вперед! Интересно, на этой планете есть звонки? Смотри, это Джи-Джи! Привет, гости с другой планеты! Вы хотите поиграть со мной? Ты читаешь наши мысли? Да! Странно! Как ты это делаешь? Я очень рада новым друзьям! Давайте бегать по стенам и потолку! Мы так не умеем. Мы котята! Правда? О! Что ж, не страшно. Вы любите танцы? Мы обожаем танцы! Хорошо! Тогда зажигайте антенки и станцуем танец зибуляк! Дили-дили-дан, зибуляк наш дам, мы смешные зибуляки пляшем и... Эй! Что случилось? Так мы тоже не можем. Не можете? Но почему? Потому что мы котята! У нас нет антенок. Да, понятно. Что ж, ладно. Тогда будем летать в небе! Ты сам ей расскажешь или мне сказать? Что расскажешь? Мы всего лишь котята. И не умеете летать? К чему мне такие друзья, которые даже летать не умеют? Мне бы хотелось играть с моей лучшей подругой Джоджо! Ой! Джиджи! Ты в порядке? Ты не поранилась? Я ударилась антенкой, рукой и ногой! А ты можешь так? Да. А вот так? Да. Хм, интересно. Почему? Что это значит? Значит, ты можешь танцевать танец зибуляки! И правда? Могу! Тили-тили-тан, зибуляк наш дам! Мы смешные зибуляки пляшем и поем! Тили-тили-тан, зибуляк наш дам! Мы смешные зибуляки пляшем и поем! Хоть вы не можете всего, что может Джоджо, но мне все равно с вами хорошо! Наверное, это значит, что вы и правда мои новые друзья! Так Джиджи зибуляка поняла, что главное в друзьях то, что они умеют, а не то, чего не умеют! Это была хорошая сказка! Я очень рада! А теперь вставайте с ковра, пора его возвращать! А это правда обязательно! Он такой мягкий и теплый! И цвета очень красивые! Это правда, но он не летает! Да, но на нем удобно сидеть! И рассказывать сказки! Что ж, уговорили! Но в лунных ботинках по ковру не ходить! Хлопья! Я тоже хочу! Достань уж мне тарелку, Котя! Ладно! А ты мне что за это? В смысле? О чем ты говоришь? Что ты дашь мне, если я тебе дам тарелку? Вот, возьми, Катя! Спасибо! Папа! Эй, а я рассказывал вам историю про Джеки-зайку! Нет! Интересно? Конечно! Мне тоже! Как она называется? День помощи! Жила-была сайка по имени Джеки, которая бралась за любую работу! Работа есть работа! Однажды Джеки встретила овечку! Привет, овечка! Со сломанной ногой! Привет, овечка со сломанной ногой! И домашней свинкой! Привет, овца со сломанной ногой и домашней свинкой! Я всегда гуляю с парасей по понедельникам, но сегодня не смогу! Я погуляю! Прекрасно! А что ты мне за это дашь? А? Как насчет двух морковок? Хм... Пройдемся! На следующий день Джеки встретила ежика, который хотел выжать немного сока из винограда Нет! Много сока из винограда! Что такое? Нигде не могу найти своего помощника! А мне нужно выжать сок из этого винограда! Я тебе помогу! А что ты мне дашь за это? Даже не знаю! Как насчет... Него! Это мой камень-талисман! Идеально! Зайка Джеки бралась за любую работу, за которую ей что-нибудь давали взамен! Помоги мне, пожалуйста! Мне нужно вернуть книгу в библиотеку! Но я не могу перейти дорогу без взрослого! А что ты дашь мне взамен? Книжку? Нет! Я должна ее вернуть! Прости, малыш! Ничего для меня, ничего для тебя! Сумка Джеки так раздулась от всего, что ей дали, что зайке стало тяжело передвигаться! Плохо делом! Сайке Джеки нужно, чтобы кто-то ей помог! Например, фермеры! Мы будем фермерами! Мяу-мяу, котики, вперед! Помогите! Помогите! Сюда! Мы поможем тебе, Джеки! Скорее, Катя! Хватайся за веревку! Держись крепче! Вытаскивай ее, котя! Спасибо! Но почему вы мне помогли? Я ничего не дала вам взамен! Ты много нам дала! Правда? Правда? Да! Ты дала нам чувство гордости! И правда! Я собой горжусь! Конечно! Всегда приятно помогать людям! Тебе стоит попробовать! Но как? У меня спина чешется! Очень приятно! Спасибо тебе большое! А знаете, и правда приятно! Я могу еще чем-то помочь? Больше нечем! Спасибо! Это вам спасибо! И Джеки пошла искать, кому бы еще помочь! Джеки! Я всегда катаюсь с параси по пятницам! Но... Я покатаюсь! И даже не возьмешь морковку? А... Нет! Спасибо! Я нашел помощника Джеки! Но он застрял! Как же мне... Ничего! Я помогу! Смелей! Прыгай! И тогда Джеки поняла, что помогать другим безвозмездно очень и очень приятно! А давай я тебя почитаю? Давай! Жила-поживала зайка по имени! Какая хорошая сказка! Да! Спасибо, папа! Давай я налью тебе молока! С печеньем! Моя отрыжка лучше всех! Неправда! Вот, послушай! Ты хуже всех! Это ты хуже всех! Самое отвратительное в мире! Котя! Котя! А давайте-ка придумаем сказку! Сказку? Давай! Про принцессу Белочку! Да! Которая коллекционировала орешки! И назовем ее... Ох, орешки! Однажды жила-была принцесса Белочка! Которая обожала свою коллекцию... Редких орехов! Я люблю их больше всего в целом мире! Каких орехов там только не было! Пушистый орех! Колючий орех! Орех светящийся! Крученый орех! И даже пупырчатый орех! Хе-хе-хе! Ей не хватало всего одного... Очень редкого лапшичного ореха! И вот принцесса пошла на поиски этого ореха! Она ушла из замка, но забыла запилить дверь! А в тот день к ней в гости заглянул! Ее друг слонокот! Ты дома? Принцесса Белочка! Ого! Еда! Вкуснятина! В это время принцесса Белочка безуспешно пыталась найти лапшичный орех! Здесь ореха нет! Но она продолжала искать! И здесь нет ореха! Она даже забралась на самую высокую гору в Тибете! И там! Прямо у Яка на рогах! Лапшичный орех! Я тебя повсюду искала! Тем временем в замке слонокот доел все Беличьи орехи и заснул! Наконец-то моя коллекция закончена! Ты съел мои коллекционные орехи! Как ты мог? Я не знал! Потому что ты глупый! И... И... У тебя очень странный нос! Я так зла, что могу сгрызть столик! О! Не стоило ей так кричать на слона кота! Она его обидела! И потеряла лучшего друга! И она разрушит свой дом! Надо ей помочь! Мяу-мяу! Котики вперед! Котик! Катя пришли на помощь! А вы принесли орехи? Нет! Тогда вы бестолковые и глупые и грязные! Мои котята не грязные! Она говорит гадости, потому что расстроена! Я знаю, как все исправить! Служба восстановления дружбы? А вы принесли орехи? Нет! Принцесса Белочка, вы должны успокоиться! Почему? Потому что дружба важнее орехов! А теперь сосчитаем до пяти! Вместе! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Мне и правда лучше! Спасибо, служба восстановления дружбы! Эй! Куда она подевалась? И куда пропал слонокот? О нет! Я накричала на лучшего друга! Ты наговорила гадостей, и он убежал! Надо найти его! И извиниться! Прости меня! Я говорила несерьезно! Просто очень рассердилась! Я тебя прощаю! Теперь я знаю, что если сильно расстроился, просто сосчитай до пяти! Да! Это поможет тебе успокоиться! Прежде чем ты скажешь или сделаешь то, о чем пожалеешь! А пойдем искать орехи вместе! Уверена, мы снова соберем коллекцию! Да! С удовольствием! Похоже, эти двое снова друзья! С тех пор принцесса Белочка всегда считала до пяти, стоило ей огорчиться! Ай! 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 Опять наступил на ваши игрушки! Папа, а давай считать до пяти вместе! Я так зол, что будем считать до семи! Катя! Ух, ага! Поднимемся в домик! Давай, Мартышка-малышка! Я первая! Папа! Лестница в домик сломалась! И порог у двери тоже сломан! Нам нужен новый домик на дереве! А этот придется убрать! А как иначе? Он сломан! Но я думал, что вы хотели сперва послушать историю! Да! Последнюю историю, прежде чем убрать домик! Итак! Это будет история про... Мартышку! Да! Да! О-о-о! Огромную мартышку! Которая ломает игрушки! Но оно не специально! Хорошо, большая мартышка! И как назовем историю? Придумал! Макси видит, Макси рушит! Жила-была большая мартышка по имени Макси! И жила она в маленьком городке! Однажды Макси играла с новеньким самолетиком! Бр-бр-бр! О-о-ой! Я сломала самолет! Случайно! Мне страшно! Пойду в магазин и выберу новую игрушку! Приглянулось что-нибудь? Я возьму... Ее! Но вернувшись домой, Макси сломала и новую игрушку! О-о-о! Надо завязать шнурок! О-о-о! Это была случайность! Эх! Ничего! Пойду в магазин и куплю новую игрушку! Что-нибудь присмотрела? Я возьму его! Мячик! Его должно хватить надолго! Она не специальна! Но когда Мартышка вернулась в магазин за новой игрушкой... Прости, Макси! Но у меня больше нет игрушек! О-о-о! Что же теперь делать? Ты думаешь о том же, о чем и я? Думаю, да! Давай отдать ей Макси нашу машинку! Мяу-мяу! Котики, вперед! Привет, Макси! Ты можешь поиграть с нашей игрушкой! Правда? Ого! Спасибо! Но должна предупредить, иногда я случайно ломаю игрушки! Просто будь аккуратней! Аккуратней! Ой! Простите, тетя Птица! Не переживай, Макси! Я починю! Я ходила на курсы плотников! Ты думаешь о том же, о чем и я? Что я поломала, на удивление, много вещей? Нет! Мы подумали, а что если починить все, что ты сломала? И почему я сама не додумалась? Удачи тебе, Макси! Та-да! 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 Вот ваша машинка! Ого! Как новенькая! Ты молодец, Макси! Чинить игрушки гораздо приятнее, чем ломать их! Знаешь, пап, а нам не обязательно ломать домик на дереве! Да, мы его потянем! Чудесная идея, котята! Но нам точно стоит сломать наш дом и построить огромный замок! Пошутили! Мам! Почему это вы двое не спите? Катя думает, что в нашей комнате монстр! Но это правда! Я видела тролля, скрюченного в углу! Ммм, тролля, говоришь? Большого и страшного! А это никак не связано с тем, что вы сегодня ходили калейдовать, правда? Но ведь Хэллоуин же! И правда! А давайте придумаем сказку вместе! Да! Про ведьму! Которая живет в большом и страшном доме! И как мы ее назовем? Придумала! Ведьмин дом! Это произошло в ночь Хэллоуина, как сегодня! В большом темном доме в конце одной страшной улицы! Но не слишком страшной! Хорошо? Хорошо! И в этом доме жила старая женщина, которую все звали ведьмой! Но никто никогда ее не видел! Спорим, ты не сможешь пойти и постучать в ту дверь! Спорим, что ты не осмелишься! Спорим? Я не боюсь! Слишком сильно! А-а-а! Дракон! Беру слово назад! Я слишком боюсь! Иди ты! Ладно! Там нет ничего страшного! А-а-а! Призрак! Похоже, там есть чего бояться! Неужели никто не отважится постучать в эту страшную темную дверь? Мы осмелимся, мама! Да! Мы ничего не боимся! Мяу-мяу! Котики, вперед! Лучше не ходи туда! Там очень-очень страшно! Правда, очень! Ковбой не боится никогда и ничего! А-а-а! 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 И даже торнадо! Но мумии – это уже перебор! Ну, а я не позволю своему воображению напугать меня! Смотрите! А-а-а! 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 Ой, забыла включить свет на крылечке! Только посмотрите! Какая красивая русалочка! И голодная, как я полагаю! Спасибо, тетя! Это твои друзья, пусть подойдут! Ребята, она очень милая! Да! А-а-а! А как же чудовища, которых мы видели? Вроде дракона в пруду! Ты про него? Это всего лишь игрушка! А как же привидение на лужайке! О-а-а! Это всего лишь пугало! А-а-а-а! Мумия? Та, что в окне! А-а-а! Кактус! Я не сомневался! Видите, немного света поможет разглядеть истинную суть вещей! А не то, что вы себе навоображали! Но я правда думаю, что в нашей комнате монстр! Вон он! В шкафу! Видишь, это всего лишь ваши костюмы! Вам нечего бояться! Прямо как в нашей сказке! А теперь, мои милые котятки, забирайтесь в кроватки! Сладких снов! Мам, мы не боимся, но... Ты могла бы включить свет? Спасибо! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Мам, мы не боимся! Субтитры создавал DimaTorzok Мам, мы не боимся! Спасибо!